Очередной массированный обстрел ракетный со стороны России. Министр энергетики Украины Галущенко сообщил, что этой ночью враг атаковал энергетическую инфраструктуру страны в трех областях. На Днепропетровщине повреждены два энергообъекта, атакованы два энергообъекта на Львовщине и также в Ивано-Франковской области. ДТЭК сообщает, враг в очередной раз массово обстрелял энергетические объекты. В результате пострадали четыре теплоэлектростанции. По предварительной информации, есть пострадавшие. Компания уточняет, что серьезно повреждено оборудование предприятий. Сергей, почему, на ваш взгляд, именно по энергоинфраструктуре бьют россияне сейчас? И второй вопрос, почему именно сейчас? Почему они экономили ракеты, накапливали их зимой? Хотя зимой, наверное, урон был бы для нас гораздо больше. Я думаю, что бьют они по одной причине сейчас, потому что именно сейчас у нас не хватает ракет ПВО для того, чтобы... И вообще самого ПВО для того, чтобы как-то защитить наши энергообъекты. И об этом впрямую сказал президент, что та же Трипольская ГЭС пострадала из-за того, что кончились ракеты комплексов ПВО, которые должны были ее прикрывать. И это результат, к сожалению, наших военно-политического руководства. Ну и мы все понимаем прекрасно нашей дипломатии, потому что, в общем-то, два года, первые два года войны бесконечной надежды на то, что нам должно вооружение поставляться с Запада. И абсолютно недостаточное усилие по производству собственных средств, в том числе и ракетных, и ПВО. В стране, которая когда-то была лидирующей в области ракетных программ, в стране, где были самые передовые ракетные технологии. Надо вспомнить Южмаш и многие другие. Даже сейчас есть работающий КБ «Луч», который мог бы делать подобные ракеты. Я уже не говорю о закупках. Смотрите, не ожидания бесплатных ракет, а о закупках, которые надо было бы делать от ПВО, которое защищает от жахедов. Мои друзья, специалисты в этом. Ну, я хочу напомнить, я, конечно, сейчас ни в коем случае не претендую быть экспертом в области ПВО. Но так случилось, что в Советской Армии я служил именно в этих силах, причем не в армейских ПВО подвижных, а в страны. Это вот комплексы С-300, если помните. Вот, я был начальником станции разведки целей. Это для простых людей. Это локатор, который первый обнаруживает приближающегося противника. И должен, мои функциональные обязанности были передать, скажем так, координаты цели в кабину наведения. То есть тем, кто непосредственно будет заниматься их уничтожением. Вот у меня как раз такой был кругового обзора. Да, вот только вращающиеся такие антенны, которые следили за этим. Я немножко понимаю, как это все устроено. Так вот, недостаточное усилие по созданию сетки ПВО от шахедов до ракет хотя бы малой дальности и так далее. Я уже не говорю, что, конечно, сейчас мы не способны выпускать ракеты, которые могли бы останавливать баллистику, такие как кинжал. Но тут вот и можно было бы предпринять какие-то усилия, связанные с такими системами, как Патриот. Все это приводит... Вот сейчас есть конкретно этот провал. И они им пользуются. Они пользуются провалом, а цели простые. Лишить нас энергетики. И они очень точно отслеживают настроение в стране. А настроения в стране для нашей власти очень плохие. Причем власть делает все, чтобы эти настроения были худшими. И они надеются на такой, знаете, людской бунт. Когда ты сидишь без света, когда жить в стране практически невозможно. Когда дома ты сидишь без света, а на улице тебя ждут работники ТЦК, которые тебя загребут и отправят тебя на фронт. Вот ровно они используют этот момент и надеются на то, что все для, скажем так, все для Украины закончится плохо. Поэтому их можно понять. Они нацелились не на мирные переговоры, как многие тут считают. Они нацелились на победу, на уничтожение Украины, государственности и независимости. И на капитуляцию нашему. Про атаку еще продолжу. В ходе российских ракетных атак по территории Западной Украины Польша дважды поднимала в небо военные самолеты, сообщило оперативное командование вооруженных сил Польши. Два калибра, как минимум два калибра, три ракеты Х-101-555 и четыре кинжала были на Западной Украине. Это Львовская, Ивано-Фронтовская области. И вот мы вспоминаем атаку на Израиль, к примеру, со стороны Ирана, когда поднялись вооруженные силы США, Великобритании, Франции и просто уничтожили все эти ракеты. Вот сейчас авиация, которая поднялась в Польше. Вот если смоделировать ситуацию, если бы они своими F-16 или F-35, что там у них стоит сейчас, уничтожили бы эти ракеты. Как бы развивались события? Для нас бы они развивались позитивно. Это был бы сигнал о том, что Европа готовится и готова воевать с Россией. Для России это был бы плохой сигнал. Но я думаю, что что-то бы существенного не поменялось, потому что основные изменения могут быть именно на фронте. Ну вот, скажем так, и зависят прежде всего от действий нашей армии и от действий нашего военно-патриотического руководства. Ну это вот все, кто говорят, почему Израиль защищали, а за Украину, как на жаргоне, никто не вписывается, это манипуляция. Вопрос в самой Украине, почему за ней они вписываются. Они, потому что, я сразу говорю, те, кто хоть немножко изучали израильскую историю, хорошо знают о том, что с момента возникновения государства Израиль, сейчас, извините, с момента возникновения государства Израиль, за никто из западных стран, в принципе, ни одна страна не собиралась ее защищать. ООН, скажем так, приняла решение о создании государства Израиля с очень маленьким перевесом. И, если говорить честно, перевес обеспечил тогдашний Сталинский Советский Союз. Это была игра политическая Сталина, когда он хотел, скажем так, уже в начинающейся холодной войне, где лидером этой войны был Черчилль и Британия, Британия была, ну, фултонская речь и так далее, а мы понимаем, что территория была подмандатная Британия. Именно британцы должны были принять решение вывести свои войска и предоставить и арабам, и евреям возможность создавать свое государство. Вот он принял такое решение, и большинство стран мира, ну, почти все, считали, что Израиль очень недолго. При таком преавалировании арабов и такого отношения к израильтянам, к самой идее создания там, они должны были исчезнуть через пару месяцев. Но Израиль показал, первое, свою способность и свою политическую волю руководства на тот момент и способность граждан защищаться. Они дрались как львы, они, никто им не помогал с оружием, вернее так, эта помощь была очень неофициальной. И в основном первая помощь с оружием была, опять же, по инициативе Сталина. Накопленное, трофейное накопленное оружие, которое тогда концентрировалось в Чехии, скажем так, контрабандой перебрасывалось самолетами в Израиль. И эта помощь была неофициальной. Дальше израильтяне, что только не предпринимали, чтобы повысить свою боеготовность, боеспособность, изготовляли это оружие в гаражах. Покупали его контрабандой. Были случаи практического воровства. Ну, например, там известен случай, когда они создали компанию подставную, якобы занимающуюся, якобы имеющую, относящуюся, по-моему, к Норвегии. И у Франции покупали катера для нефтеразведки. На самом деле они уходили в Израиль, их переоборудовали военно-морские. То есть Израиль до 70-х годов никакой системной помощи с Запада не получал. Ну да, был французский производитель самолетов, Мираж, который был евреем. И так или иначе у них поэтому появились какие-то там Миражи, не самые новые, не самые современные. С помощью которых, кстати, в основном была выиграна шестидневная война в 68-м, по-моему, если не ошибаюсь, году. Так вот, первая системная помощь, и она была американская, была в 72-м году, во время войны судного дня. И вот смотрите, вот все эти годы, с конца 40-х до начала 70-х, Израиль самостоятельно справлялся и дрался за свои территории и побеждал с превосходящим его противником. Это все арабские страны, которые имели самое современное, самое лучшее вооружение на тот момент, которым поставлял Советский Союз. Надо только вспомнить Египет. Вот я вам сказал, что я служил в ПВО Советского Союза в 80-х годах. Египет был насыщен комплексами, и там впервые испытывались одни из самых лучших советских военно-воздушных комплексов. От С-75 такой был, который отвоевал во Вьетнаме в свое время по полной программе, до вот этих мобильных армейских комплексов. И тем не менее, арабский мир, имея все это вооружение, проигрывал войну Израиля. И вот после этого, а почему никто не делал ставки на Израиль? Ну, думали так, они войну проиграют, а арабские страны на тот момент тоже вново образованные, такие как Транс-Иордания, Ирак, Иран, Сирия. Да, Сирия это французский подмандатная территория, Франция оттуда уходила и давала сирийцам и ливанцам возможность. Они были на нефтеносных районах, Саудовская Аравия. Вот лучше Израиль пусть исчезнет, а мы будем торговать нефтью с этими ребятами. Но когда Израиль за многие годы показал, что он никуда не денется, он определяет политику, является очень мощным игроком. Первыми американцы решили, ну все. Более того, и на данный момент Израиль официальный военный союзник, чтобы вы понимали. Он не член НАТО, его не приняли. Ну, понимаем, почему его не приняли. Потому что левые движения и политики в Европе считают, что Израиль это агрессор. Израиль это страна, которая имеет оккупационные территории. Они когда-то в ходе этих войн, они оккупировали часть территории, которую он им не выделял. Голландские высоты, Синайский полуостров, там западный берег Иордания и так далее. Но тем не менее, вынуждены были признать, поэтому их не приняли в НАТО, но подписали с ними союзные договора. То есть они военные союзники. Это договора, которые обязуют в случае развязывания войны против них принимать военное участие, что США и сделала. На самом деле, приняв участие при нападении. Украина, как бы нам это ни было обидно, не продемонстрировала, скажем так, такой способности, обороноспособности. Украинский народ продемонстрировал. И поэтому мы получали на самом деле два года военную помощь в виде вооружения от западных стран. А вот украинская власть до сих пор это не демонстрирует. Ну вот, как бы вам сказать, ведь все ведь прозрачно, все известно. Чтобы вы понимали, в бюджете на 2024 год траты на образование в Украине больше, чем траты на вооружение. Как мой друг Павел Себястянович говорит, это все равно, что когда у тебя горит крыша дома, ты в это время ставишь ребенка на стул, на стульчик и говоришь, рассказывай стишок, который завтра тебе сдавать в школе. Вообще-то ты должен в это время тушить дом, потому что этому ребенку просто негде будет жить. Это первое, что ты должен делать. Образование никуда не исчезнет. А вот проиграть на фронте перспективы вполне возможные. Поэтому и когда так себя ведет власть Украины, демонстрируя западному миру о своей неспособности и нежелании, не так, нежелании воевать, желаниями на западные деньги, на западной военной помощи продолжать мирную жизнь, ну естественно, большого желания у западных стран ввязываться в войну с Россией, которая дорого обойдется западным странам, это понятно. Надо четко понимать, что благодаря этой войне не только мы получили аллеи героев и получили, скажем так, довольно боеспособную армию. Потому что, ну скажем честно, что создает по-настоящему боеспособная армия? Почему, например, Вермахт на голову в 1941 году разбил в первые месяцы Красную армию, которая была и по численности, и по вооружению значительно превышала его? У Вермахта тяжелых танков не было, чтобы вы понимали. Он на танкетках воевал. С той стороны уже были войска ИКВ, мы знаем, да, танк, который невозможно было практически уничтожить. И Т-34 уже приходили, одни из лучших тогда технологически созданных танков, кстати, в Украине, в Харькове. Вот. Поэтому, почему? Потому что Вермахт на тот момент имел лучшую мотивацию и, самое главное, боевой опыт. Они прошли Польшу с боями, они разбили сильнейшую армию Европы французскую по численности, сумели ее обойти. И поэтому, поэтому Украина получила, благодаря боевому опыту, одну из лучших армий. Только у нас нету, скажем так, достойного обеспечения этой армии. Но и Россия получила сейчас такую армию. Та армия, которая не собиралась воевать и заходила в Украину 24 февраля в 1922 году, она исчезла. Она была здесь, в Украине, уничтожена. Со всей своей техникой, потому что они воевать не собирались, не имели ни боевого опыта. Причем, как бы, по меркам России это считались элитные части. Там был всякий там десантники, спецназ, они там полегли под Киевом, под мужчином. Потому что мотивации у них не было воевать, боевого опыта не было. А как ни странно, украинцы имели и мотивацию, внимание, и боевой опыт. Потому что украинские мужчины в большом количестве воевали с 2014 года. 400 тысяч на тот момент украинских мужчин прошли АТО и понимали, как самоорганизоваться. И имели привычку, видя врага, по нему стрелять на уничтожение. Но сейчас все поменялось. Сейчас из-за мобилизации, которую они провели, из-за системы рекрутинга, из-за того, что они, в отличие от Украины, наладили военно-промышленное производство у себя. Они производят ракеты, дроны, они покупают технологии. Они наладили выпуск бронетехники. Это не самое современное, не самое лучшее. Но оно идет сплошным потоком. Оно у них есть. И они готовы тратить. Более того, у нас на канале есть программа, только стартовала. Называется «Про технологии войны». Ведет ее Мария Берлинская, известная довольно эксперт в области именно военных технологий, аэроразведки и технологий, связанные с производством дронов. Последний, вот вчера, по-моему, у нее вышел, с фронта приехал тоже всем известный Игорь Луценко. Я думаю, знаете вы такого молодого. Я знаю его, да, и по его депутатскому прошлому. Я видел это видео, я сегодня. Да, и вот там очень ценную вещь он сказал. Они не просто, вот мы же как думали, вот сейчас Путин проведет мобилизацию, и там начнется восстание, кто же захочет умирать на территории Украины. Ну, был такой вот период. Вот все, сейчас мобилизацию, он даже выборы не сможет провести. Вот, и люди бегут, помните эти кадры, как люди бегут из России, не желая попадать в мобилизацию. Они учатся, никакой мобилизации больше у них нету, в отличие от Украины. У них рекрутинг, у них идут, у них достаточно населения, желающего воевать. Почему? Платят хорошо. Более того, общество это поддерживает, их желание воевать. У них развернулось волонтерское движение, которое поддерживается официальными властями. Нашим мальчикам носки, одежду и дроны, вот, и так далее. И то, что сказал Игорь, им нравится воевать. Они с кайфом это делают. У них появился вот этот вот драйв и кайф воевать. А у нас, извините меня, эта мотивация уходит. И она уходит благодаря действиям правительства, которое не собирается воевать, не собирается тратить. Где мобилизация и закон принятый гласит так. Если ты имеешь отношение к власти, если ты попал в полицию, если ты налоговик, если ты мытник, если ты судья-прокурор, если ты любой чиновник госаппарата, тебе ничего не грозит. Государство будет тратить на другое содержание, как и тратило, немалые деньги. Более того, штаты расширяются. Полиция, например, съездно рассматривает, чтобы у каждой школы был пост полицейский по три человека. Люди называют это ухилянты в погонах. А зато, если ты не попадаешь в эту категорию правящего класса и не идешь в военкомат, ты ухилянт или, не дай бог, выехал за границу каким-то образом. Поэтому все это рождает колоссальную несправедливость отношения. При этом сама власть хочет продолжать осваивать деньги, в разы превышающие военный бюджет, на, не знаю, закупку нового программного обеспечения. На все, что только можно по благоустройству. Я считаю, что, вот я смотрю по Киеву, в котором мы с вами, Василий, живем, такого благоустройства не было даже в 2012 году, когда Киев готовился к принятию чемпионата по Евро-12. Ну вот, я смотрю на Русановку, это район моего детства. Ну, блин, за все время независимости, такой реконструкции набережной, дорог, новых оградок, скажите, зачем это все нам? Не, в мирное время, я бы только аплодировал, мэру Кричко. Во время войны, когда мои же друзья мне присылают видео с фронта, как они находятся в окопах, выкопанных их руками, никаких бетонных линий, таких, как на линии Суровикина, никаких перекрытий сверху от дронов, никаких мест, где можно было бы тепло, хорошо переночевать, да, вот таких бетонных бункеров, казарм, прикрытых от осколков, от всего нету, а на Русановке асфальт есть. Это вам ответ, почему Запад не спешит за нас вписываться. А зачем им воевать за Украину? Они лучше будут готовиться к той войне, которая их впереди ожидает, сохранять свой боезапас, сохранять своих людей, потому что, вернемся назад, Россия сейчас имеет одну из самых боеспособных, вот мы помните смеялись, вторая армия в мире, ну честно говоря, они действительно не имели второй армии в мире. То, что пришло в Украину и погибло, это был такой имитацией фейк, какие всегда бывают в коррумпированных государствах. Ну мы с вами живем в коррумпированных государствах, мы тоже можем сказать, какое количество здесь имитаций. Кстати, за последнее время количество всяких форумов, которые проводят наши депутаты, чему только форумы не посвящаются, последняя какая-то демография еще. Вообще-то все, что мы должны делать, это производить оружие и мобилизовать экономику, и делать все, чтобы оборона была крепка, чтобы мы выдержали тот натиск, который вот сейчас в мае начнется со стороны России, они к нему активно готовятся, и чтобы фронт не был прорван. И налаживать производство, которое позволит нам производить собственные минометы, собственные мины, снаряды и дроны. Действительно в миллионах количествах нам нужны дроны и ракетную программу развивать, что все-таки ракеты украинские появились, которые бы не просить ракеты у союзников, которые они по капле выделяют и так далее. Поэтому Европа понимает, что у России наконец возникла та самая армия, какая она в мире, не знаю, но я уверен, что она номер один в Европе по своим боевым способностям. И это огромная угроза, огромадная угроза страны России. И вот это вот смотреть единый марафон, где сюжеты продолжаются, ура, победное, что мы побеждаем, только территории теряем. Да, теряем их сейчас пока медленно, по метрам, теряем их в тактическом плане, но они готовятся к оперативным прорывам. Оперативные прорывы могут закончиться, извините меня, и стратегическими поражениями. Вот, они научились воевать, они сейчас подняли мотивацию, у них все хорошо, у них все общество войну поддерживает. Те, кто не поддерживал, они уехали, в отличие от нас, у них границы открыты, образовалась огромная российская миграция. Но те, кто остался в стране, в своем большинстве поддерживают эту войну, поддерживают руководство, поддерживают Путина, и им нравится воевать, и у них есть чем воевать, и есть мотивация, почему они воюют. По поводу дронов, вы сказали, которым нам надо много, еще больше, чем есть сейчас, поскольку результаты есть. Не только по нам били этой ночью, но мы тоже били по НПЗ, они были атакованы в Краснодарском крае. Предварительно удары были нанесены по НПЗ «Сладенск-Эко», битумному заводу, Ильскому НПЗ и ряду других объектов. Российские оппозиционные паблики пишут о ночном прилете по авиабазе «Кущевская» в Краснодарском крае. Сергей, бить или не бить по российским НПЗ и нефтебазам в контексте заявлений наших западных партнеров, вот в частности господина Ллойда Остина, который говорил, что подобные удары могут нанести ущерб мировому энергорынку. Но тем не менее, даже на фоне этих сообщений и помощи со стороны Соединенных Штатов мы продолжаем бить по НПЗ. Продолжатся ли эти удары в дальнейшем? И на ваш взгляд, насколько это действительно серьезный урон россиянам? Мы с вами щельно обсуждали, Василий, историю Израиля. Вот позиция Израиля во всех этих ситуациях, мир там на Израиль наезжал все время. Не трогайте Палестинские. И сейчас идет активная борьба за то, чтобы они прекратили геноцид палестинского народа. При этом упуская, что сотворили палестинцы 7 октября, упуская, что вот это и был настоящий геноцид, когда полторы тысячи израильтян были, женщины, дети и мирные жители были просто вырезаны о том, что до сих пор есть заложники, которые удерживаются Хамасом, все это пропущено. Израильтяне всегда имели позицию. Если можно ударить первыми, бьем первыми. Так была выиграна война, шестидневная война. Если противник вторгается на нашу территорию, мы откинем его назад и займем его территорию. Их останавливали уже перед Каиром и перед Дамаском в свое время, когда была война судного дня. И это позволяло Израилю оставаться в безопасности, создавать цивилизованную нормальную жизнь. И это позволяло получать на самом деле поддержку огромного количества западных стран. Невзирая на то, что заявление со стороны западных стран только не... Вот смотрите, война, шестидневная война, это была огромная просьба не начинать ее. То есть у израильской разведки и разведки американской были данные, что арабские страны готовятся к нападению. Просили не нападать Израиль. Израиль готовил превентивный удар, Израиль не послушался. Но превентивный удар принес свои результаты. Когда все-таки израильтяне, имея сведения о готовящемся новом нападении уже в 1972 году, послушались западных союзников, и удар этот был пропущен со стороны Египта-Сирии, Израиль понес большие потери. В итоге войну он выиграл, получил поддержку США, военную, тогда был практически воздушный мост. Военная авиация США доставляла танки на израильскую территорию. Потому что огромное количество израильских танков было сожжено тогда в первые дни судного дня. И тем не менее, это показывает, если вы демонстрируете свою готовность и способность к нанесению ударов, то, что бы вам ни говорили союзники, делайте это. Более того, сам факт того, что союзники нам сообщают о том, что не надо этого делать, означает, что украинские военные, а я вам скажу так, дроны дальнего действия, те, которые летают уже на тысячу километров, это же в основном, я просто знаю конкретно людей, многих, кто когда-то начал эту программу создания подобных дронов. Это все частная инициатива украинского гражданского общества. Понятно, что это редкий случай, когда представители украинского государства эту программу поддерживают. Я тоже об этом знаю. В основном это спецслужбисты. Спецслужбы Украины эту программу поддерживают. И это означает, что сама мировая реакция говорит о том, что мы нащупали слабое звено. Конечно, нужно бить и развивать. Но я мечтаю о том времени, когда вместо дронов туда будут прилетать наши ракеты. Это мечтаю, когда мы научимся, и мы способны делать, если получим государственную поддержку и финансирование, ракеты, чтобы вместе с дронами туда прилетали ракеты. Украинские ракеты. Потому что мы получаем от них именно ракеты. И я считаю, что нужно, однозначно нужно делать, невзирая на все заявления наших западных партнеров. Сергей, еще хочу спросить вас о том, что происходит в Грузии. Двухпартийная группа Сената США 26 апреля направила письмо премьер-министру Грузии, в котором предупредила, что если нововнесенный законопроект, то и на агентах станет законом, они будут вынуждены добиваться изменения политики Соединенных Штатов в отношении Грузии. Грузия, которая как бы декларирует внешне свое европейское будущее, при этом калькирует за российские законы. В Грузии происходит уже давно, много лет следующее. Там узурпирована власть. Там пришедшая к власти, скажем так, демократическим путем, не без манипуляции, но демократическим путем, партия, которая является личной собственностью их единственного, но пророссийского олигарха Иванишвили, захватила власть. И с тех пор, имитируя, скажем так, как бы соблюдая правила игры, у этой власти остается постоянной. Невзирая на то, что, в принципе, сторонники президента Грузии Саакашвили, его партии, это, ну, не меньше половины грузинского общества. Поэтому там часто и протесты, которые половину общества не признают. Но надо четко понимать, этот режим преступный. Это режим, который, с одной стороны, там хитрый заключается тем, что он все равно живет внутри системы, которую построила команда Саакашвили в свое время. И надо отдать должное, она до сих пор во многих элементах, например, куда эффективнее и лучше работает, чем государственная система Украины. Та полиция, которую они создали, по-прежнему на страже закона и по-прежнему имеет доверие общества и действительно работает, ну, условно говоря, хорошо. Та система госуслуг, которая была создана при Саакашвили, так называемые дома юстиции, где в едином окне ты можешь получить очень быстро любую госуслугу без бюрократии и коррупции. Та система налогообложения, одна из лучших на самом деле, они поэтому до сих пор в рейтингах экономических свобод, это совсем не та система, которая здесь у нас активно создал Пан Гетманцев, достойный наследника Зарова, который в интервью заявляет, что бизнес – это гусь, который надо ощипывать так, чтобы он не очень подавал голос. По-моему, у них налоговый кодекс, там, пять законов, все это работает. Но, тем не менее, власть там захвачена, власть там пророссийская, тот самый Инвеншвили, поэтому одним из признаков такой власти является политический заключенный Саакашвили, которого держат там в тюрьме и, будем честными, украинский гражданин, к освобождению которого наша власть не прилагает сейчас никаких усилий, а могла бы. Вот. Непростой человек, человек с мировой известностью, человек, который бы сейчас был в Украине очень полезен, но, очевидно, я подозреваю, и наша власть его боится, потому что Михаил всегда был бунтарем, максимально предельно честным человеком. От чего же боится? Ну, если вспомнить, что Петр Алексеевич лишал гражданства Михаила Николаевича, то как раз Зеленский вернул гражданство Саакашвили. Ну, видите ли, он же может сохранить лояльность к Зеленскому, но он же честно говорит, что украинский чиновничий класс это преступники, которые погрязли в коррупции, и, извините меня, ну, то есть, вот такой непредсказуемый, такой прямолинейный человек вот здесь не особо нужен, потому что при всей лояльности к Зеленскому, которому он, естественно, благодарен за то, что он, скажем, поступил справедливо, и ту несправедливость, которую в отношении его Порошенко совершил, тем не менее, я помню, его ненавидят все нынешние депутаты, чиновники, говорят, что он неадекватный, зачем он нужен, вот это вот его стремление к реформам, которые необходимы Украине, это все популизм, это все дешевый пиар и так далее, но я же знаю, поэтому он здесь, как бы, не особо нужен, пусть едет себе в Грузию, а в Грузии, естественно, он является врагом в Ванишвили, и Ванишвили упек его в тюрьму, вот, была попытка его отравления, и это работа спецслужб, ну, мы знаем, кто у нас в мире, какая спецслужба в мире у нас самая продвинутая в части от любых отравляющих средств и веществ со времен, не знаю, НКВД, они этим занимались, вот, и так далее, поэтому Грузия, в Грузии есть проблема, и гражданское общество не имеет достаточно сил и возможностей пока для того, чтобы освободиться от тех, кто узурпировал там власть. Вот. Я знаю, что Михаил периодически смотрит видео и эфиры у меня на канале, поэтому, если так случилось, Михаил Николаевич, вы нас смотрите сейчас, мы хотим передать вам слова поддержки, мы ждем вас в Киеве. Ну, я скажу так, Василий, если мы коснулись этого, я был одним из инициаторов вместе с Димой Тузовым акции. Год назад уже мы собрали в Фейсбуке не менее тысячи подписей наиболее известных людей в Украине, нашего гражданского сообщества от простых людей до довольно известных, пришли в грузинское посольство и передали письмо президентке Грузии. по-моему, Солома Зарабашвили ее зовут. Реакцию никак не получили, никакую. Причем, знаете, как я был? поначалу нам какой-то работник посольства попросил оставить письмо в таком, там у них есть такой ящичек для обращений. он весь забитый, из него ничего не вынималось, я письмо еле-еле туда всунул, на следующий день меня эта ночь я не спал, волновало, что это какой-то фейк, мы не для этого собирали тысячу подписей. Я приехал, вынул из этого ящичка руками письмо, устроил скандал внутри приемной, добился, что вышла какая-то женщина, и письмо было принято и зарегистрировано там каким-то номером входящим, но полностью об этом написал, сообщил, не получили, а недавно к нам приехали представители в Украину, приехали, встретились со мной, представители их гражданского общества, мы передали им это письмо, они добавили туда свои подписи и немножко исправили там текст более юридический и пошли в приемную там, в Тбилиси. Вот мы ждем ответа, то есть, если власть не требует освобождения, то гражданское общество Украины требует освобождения и это может сделать грузинская президентка, да, ее считают абсолютной марионеткой Иванишвили, но полномочия освободить Саакашвили у нее в руках, и она получила письмо от украинского гражданского общества, подкрепленное также голосами грузинского гражданского общества. Ну что-то надо... Да, а вот если оттолкнуться от того, что госпожа Зарубишвили сказала, что она витирует закон об агентах, можно ли надеяться, что не настолько она и марионетка, но мы как раз, смотрите, Василий, чтобы освободить Саакашвили. Первое, это наше письмо к ней возникло в связи с тем, что начался информация год назад о том, что она действует как-то так, что партия власти, грузинская мечта партии Ванишвили стала затевать против нее импичмент. В письме мы указали... Выступила против авиасообщения с России, которое было возникло. И в письме мы указали, что раз вы уже становитесь на сторону сил добра, совершите очень мощный правильный поступок, подпишите закон акта помилования Саакашвили и вы войдете в историю Грузии. Так было написано в нашем письме. И вас об этом просят все представители украинского гражданского общества. Так выглядело письмо на тот момент. Но нам политические эксперты к сожалению говорят, что она недостаток. Но нет политической воли, недостаточно решительная, чтобы окончательно заявить себя как самостоятельный политик. Хотя как бы президент Грузии имеет все необходимое для этого. Быть самостоятельным политиком. Да, в реальном управлении страны она не участвует. Это кстати реформы, которые были при Саакашвили сделаны. Там номер один это премьер. И эти позиции но в ее руках осталось как минимум акты помилования, которыми она могла бы воспользоваться. И она человек публичный и известный. И могла бы свое влияние таким образом формировать. К сожалению, она этого не делает. Боится, не знаю, не понимает, боится, что угодно. Да, госпожа Зарьбишвили, мы обращаемся к вам еще раз публично в этом эфире с просьбой помиловать Михаила Саакашвили. Сделайте это, пожалуйста. И как говорит Сергей, вы войдете в историю Грузии с позитивной коннотацией, я думаю, более позитивной. На этой ноте я, Сергей, буду вас благодарить. Спасибо большое за интересный и совершительный разговор. Благодарю вас. Спасибо.